Телефон также для записи на телефон, чтобы было лучше качество в разных записях. Сегодня мы проводим стрим, я провожу стрим, связанный с летом, с летом и методами исследования различных насекомых. Я только что в прошлый раз проводил стрим, посвященный как собирать насекомых и как их хранить. Сегодня, 4 июля 2020 года, проведем стрим, посвященный похожей теме, как собирать, сохранять различных насекомых и прежде всего перепончатокрылых насекомых. Я Фурсов Виктор, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института зоологии Национальной Академии Наук Украины в Киеве для тех, кто зашел на мой канал. Первый раз предлагаю вам подписаться на мой канал. Сегодня и в других своих видео я рассказываю о различных живых существах, не только о насекомых, но и других разных мелких интересных насекомых. И не только насекомых, например, клеща, мокрица и других беспозвоночных животных, которые обитают в Киеве, вокруг Киева, в других странах. В основном я показываю свои оригинальные видео, потому что мне нравится показывать видео под микроскопом, под крупным зумом, показывать те объекты, которые никто другой еще до меня не видел, а тем более в интернете. Все стараются копировать. Одни сайты копируют, другие сайты их показывают. В том числе копируют и мои видео, например, показанные, посвященные клещам, например, их содовым клещам, которые я рассказывал о том, как они устроены, как их собрать. И они прекрасно мигрируют из одного канала в другой. Я уже их не могу ловить, потому что я их снял довольно-таки давно. Видео о клещах, посвященных строению клещей и их вот ротовому аппарату, который прокалывает человека и животных. И под микроскопом, конечно же, оказывается, никто их не видел, не показывал, не смотрел. Это было очень интересно увидеть зазубренный аппарат у их содового клеща. А, например, мои видео, посвященные мучному клещу, тоже никто специально не повторяет, потому что всем леньки показывать их под микроскопом, потому что за это обычно ничего не доплачивают и ничего за это не платят. А интернет это бесплатный ресурс, который можно смотреть. И о клещах, которые живут дома или не дома, и живут ли они вообще. Думаю, что о клещах мы отдельно поговорим, живут ли они дома, чтобы вам рассказать. Я только что показал как раз свой кусочек фотографий на нашем энтомологическом обществе, посвященный жукам-носорогам и клещам, живущих на жуках-носорогах. Народ даже испугался, сказал, это не комментарий, что это такое, что это такое, поясните, пожалуйста, как это клещи. И они на жуках, да они, может быть, на нас набросятся. Но это отдельное видео, которое мы посвятим, повтору, потому что я специально снимал довольно-таки поздно вечером, воодушевленные несколькими жуками, которые содержали на себе множество клещей. И я их срочно же показал, как они бегают, как они бегают, и как я их упаковал и сохранил в пробирочке. Это видео будет посвящено наездникам избавляться от тех клещей, которые живут на жуках на бронзовках. Можно и на них никак не избавляться. Я для этого снял специальное видео, как я чищу кисточкой и забираю спирт в пробирочку. До этого можно посмотреть отдельное видео, как почистить кисточкой, кисточкой жука-носорога или жука-бронзовку, и сложить это все в пробирочку, например, со спиртом для исследования. Можно с одеколоном даже заспиртовать, если еще кто-то пользуется одеколоном в этой жизни. Да, но о наездниках. Почему о наездниках? Потому что наездники – это такие живые организмы, от нас исчезли к отряду перепончатокрылых, перепончатокрылых химиноптеры, которые живут на других насекомых. Наездники. Почему? Потому что наездник – это маленькое перепончатое крыло, изображенное вот здесь со мной, некоторые из которых набрасываются на свою жертву, называемую его хозяином, и иногда на нем едут, пока они его пытаются заразить, поэтому они называются наездниками. Например, маленький наездник, изображенный, как вот здесь на моих видео, набрасывается из семейства эуретамиды на гусеницу, и некоторое время пытается на нем ехать, пока он жалит ее, пока оно ее парализует, и поэтому их так назвали – надездники. По-научному их называют паразитоиды, поэтому в моем видео обозначено, как собрать и сохранить, и найти паразитоидов. Потому что я работаю в отделе систематики энтомофагов и экологических основах биометодов. Сегодня мы поговорим о паразитоидах. Паразитоиды, потому что это те живые организмы, которые паразитируют в каком-то другом живом организме, и его убивают в основном, убивают. Вот такой уже жизненный у них цикл. А вот паразиты, паразиты вроде, допустим, каких-то аскорит, нематод, они живут, живут, и немножко ослабляют, ослабляют, ухудшают жизнедеятельность своего так называемого хозяина, прокормителя, прокормителя. Итак, запомнили, среди насекомых и клещей также есть. Это клещи. Веды, аккорологи тоже приняли этот термин. Паразитоиды, те, которые иногда убивают своего хозяина. Наблюдается иногда, что паразитоиды иногда не убивают совсем своего хозяина, очень сильно ослабляют, но практически выводящийся хозяин, родящийся хозяин, потом погибает. А вот паразиты, они живут, и живут, и живут, и живут с одного переходят на другой, с одного на другой. И у них иногда меняется жизненный цикл такой. Одновной хозяин, промежуточный, первого уровня, второго уровня, третьего уровня, основной хозяин. А у паразитоидов, обычно это всегда один хозяин, вот они на нем поселили и добили его. Вот такая уже природа. Добили, почему? Потому что у насекомых и у клещей, их очень большая численность, обычно насекомые откладывают очень много яиц и клещей в том числе, численность их велика, поэтому паразитоидов хватит им всегда еды. И паразитоиды не убивают всегда своего хозяина до нуля. До нуля всегда остается определенная ниша, численность не превышает определенного порога. Сначала увеличивается численность паразитоидов, а потом плавно переходит в плато. Поэтому паразитоиды не могут убить до 100% своего хозяина, всегда остается какая-то численность живая. Вот сейчас у меня содержатся паразитоиды, например, из семейства птерамолиды. Вот тут у нас есть птерамолиды, тут у нас эвритамиды и где-то есть птерамолиды. А вот птерамолиды вот здесь вот в уголочке у меня в стриме не показаны, а вот на телефоне будет показан. Птерамолиды живут лариофагус дистингуэндус по-латыни. Или виды из рода анизоптерамолюс обитают на личинках жуков, обитающих в вашем доме, на личинках жука, называемого аптечный или бисквитный жук, стегобиум паницеум, или, например, на некоторых жуках брухидах обитают анизоптерамолюсы и лариофагусы, переводя на русский язык, латинское название. Род лариофагус, анизоптерамолюсы, семейство птерамолиды, и они 100% его не убивают, потому что у меня имеется лабораторная культура в институте зоологии, и они закрыты, они закрыты, никто не улетает наружу, я их контролирую, они постоянно закрыты. Так все равно там есть и наездники, вы понимаете, циркулируют, и хозяин, который ест сухие корочки хлеба, и этот процесс продолжается до бесконечности. Почему я сегодня решил рассказать об этом вопросе о наездниках и о паразитоидах? Потому что это определенным образом связано с такой частью, как органическое сельское хозяйство. В органическом сельском хозяйстве не применяют пестицидов, не применяют инсектицидов, не применяют гербицидов, стараются исследовать естественный процесс взаимодействия живых организмов между растением, который поедает фитофаг, а на растении фитофаги поедает его энтомофаг. Энтомофаг одно насекомое, поедающее другое насекомое. А в обычном сельском хозяйстве чем пользуются? Не органическим сельским хозяйством, а химическим сельским хозяйством. Для всех, кто интересуется сельским хозяйством, знает, что сельское хозяйство это использование химии. Я специально взял книгу уважаемого нами энтомолога, которая является настольным пособием и учебником для специалистов защиты растений. Почему? Потому что здесь я могу хорошо процитировать те химикаты и те пестициды, которые применяются в сельском хозяйстве Украины и, думаю, что и других стран, России, Казахстана, Киргизстана, Узбекистана, Таджикистана и других стран, которых развивается сельское хозяйство и других европейских и азиатских стран. Я специально заглянул, не буду говорить, авторская секрет, копирайт. Кто написал эту книгу? Но мне интересно вот те названия химических веществ, которые применяются против насекомых, против вредителей сельского хозяйства. Например, против одного вредителя, который является жуком. Вот против жука на сельских хозяйствах, одного такого вредящего жука, применяются такие химические вещества только в вкусу. Они имеют даже такое интересное, красивое, иногда смешное название. Применяется название такой химических веществ. Космос, пожалуйста. Гаучо. Круизер. Круизер. 600FS. Мангуст. Вантекс. Золон. Дамаск. Дизилон. Дециис. Моспилам. Я говорю, как мантры химических веществ. Драгун. Дурзбан. Протеус. Протеус. Мясное название. Ротибор. Фастак. Всем известный. Фуфанон. Фьюри. Шарпей. Красивые химические названия, которые идут в поля инсектициды. И все пчеловоды должны радоваться, как защищают химическими веществами. Например, против жуков. А вот тут я нашел таки репакаль. Против репака больше всего волнуются пчеловоды, потому что на него летят пчелы. Желтое такое крестоцветное растение. С маленькими стручочками, которые выращиваются повсеместно, потому что оказывается для органического, не для органического сельского хозяйства, а для получения масла. И получается, что это можно легко гнать нас за рубеж. И там пользуется это, чтобы там было меньше дыма химического. У вас-то будет больше органической, не органической, а химической продукции. У вас все пестиции достанутся. А там где-то будет чисто не на бензине, не на бензине где-то в странах европейского сообщества и в Америке использование выращенного репака желтых таких цветочков. Итак, химические вещества применяются постепенно, постепенно. Предпосевная обработка, например, уже обработывают, которые тоже вносят туда, в почву. Эладо, Космос, Круизер, Круизер ОСР, Ченук, Модесто, химические вещества. Ну, 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 приид, ну, приид почти что, и приид. Вот этим все посыпали, внесли в почву и так поехали дальше. Следующие вещества. Всходы азимового репака желтеньких цветочков. Всходы обрабатывают Альтексом, Децисом, Инситомом, Кайзо, Маспиланом, Фастаком, Фьюри, Суми-Альфа. Вот это вот все вы получите в почву вокруг своих сел. Красивый, желтенький, голубое небо, си, желтенький репачок. И внутри все вот эти химические вещества. Поплывут, поплывут в речечку. Коров уже давно нет, коз уже тоже и почти что нет. Ну, по крайней мере, для разных, там, маленьких животных, травку, если вы будете рядом собирать, все эти химические вещества будут там. И пчелы полетят их кушать. Итак, а против жуков используются, против пилищика, против репакового листоеда, против гусениц капустной белянки, капустного скрытнохоббетника. Все эти посевы обрабатываются. Золоном, драгоном, перенексом, фьюри, штефесином. Это не весь список, если я устану читать, ну пусть пчеловоды послушают и порадуются. То, что пчелки там собирают на репака. Итак, а вот уже выросл репачок. Шесть, шесть листочков появилось. Ну, а вы нужно обработать, что вы думаете? Предпассивная обработка. Еще цветочки не появились, а уже надо обработать. Бульдогом, Децисом Профи, Децисом Эфлюксом, Драгоном Золоном, Инситомом, Калипсо, почти что красивое название, Каратезионом, Перенексом, Маспиланом, Каратезиноном, уже говорил, Суми Альфа, Фьюри, Фистаком, Цезаром, еще появилось новое название, Шаманом, Штефисином, Фуфаноном. Вот это все химические вещества, которые обрабатывают только желтые посевы маленького такого репака, который растут везде в Украине. Желтенький, желтенький, красивенький, прекрасный, красивенький, против этих всех вещь. Маленьких, по крайней мере, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Против десяти различных видов вредителей применяется весь вот этот длинный список инсектицидов, чтобы их уничтожить. Потом пчелки, если попадают на пчелки, пчелки делают капут, пчелка капут. Итак, кроме того, кроме химических веществ, оказывается, кто же регулирует, плавно перехожу к объекту наших исследований, к объекту исследований энтомофагам. Насекомые, которые поедают других насекомых, и акарифаги, акарифаги, клещи, поедающие клещей. Все это процесс паразитоиды, которые развиваются на других живых организмах. И как же их собирать, как же их найти и сохранить, и зачем это можно будет делаться? В нашем отделе систематики энтомофагов и экологических основ биометода исследуется видовой состав паразитических перепончатокрылых насекомых, которые обитают в различных условиях. В природных условиях и, конечно же, в садовых, огородных условиях. У нас была записана книга в нашем отделе под названием «Энтомофаги вредителей сада», который еще тогда был еще в СССР. Но в энтомофаге никуда не остались, потому что они остались в этих садах, в которых садов, конечно же, уменьшилось, но на садовых участках никуда они не уменьшились. Все сады как были, так и остались. Энтомофаги, те живые организмы, которые поедают другие живые организмы, никуда не делись. Вот, например, мой объект, который я исследую, называется трихограмма. В саду живет трихограмма дендролями. В поле обитает трихограмма эванесенс, например, на кукурузе. Трихограмма стемблидис обитает на капусте. Трихограмма эмбриофагум и дендролями обитают на яблони и груши. И что же она там делает? Итак, плавно переходим к нашим энтомофагам. Эти насекомые энтомофаги, они поедают других насекомых, тем самым снижая их численность. И что для того, ну, для этого нужно? Для этого нужно, чтобы они там сохранились, чтобы вы на своих садовых участках поменьше применяли химии, по мере возможности, плоти применяли какие-то экстракты растительных веществ, с тем, чтобы или мыло, или всяких других отпугивающих веществ, чтобы отпугивать вредителей на своих садовых участках. В природных условиях сохраняется численность, баланс и энтомофагов, и акарифагов, которые поедают, соответственно, клещей и насекомых, и ограничивают их численность до невредящего объема. В случае вспышек каких-то вредителей, вредители прекрасным образом мигрируют потом на различные сельскохозяйственные и лесные культуры. Но что нужно для того, чтобы правильно использовать и правильно знать этих насекомых? Нужно знать их видовые названия. Правильно нужно знать видовые названия. Нужно знать, как каждый из этих насекомых называется. И кто может обитать, например, в садовом участке. Конечно же, там могут обитать различные хищные, например, клопы. И различные группы насекомых обитают в саду, которые будут питаться другими вредными насекомыми. Например, вот хищные различные жуки, которые питаются различными вредителями. Медкотелки, например, которые тоже питаются. Вот подходим к перепончатым крылам, которые заражают различных бабочек и жуков в условиях сада. Вот их невмониды, например, их невмониды, достаточно крупные перепончатые крылые насекомые. Мы знаем, что их перепончатые крылые. Это шмелиосы, пчелы, пилильщики и наездники. Наездники самые разные от самых крупных до самых мелких. Вот их невмониды и их невмоноиде надсемейства. Паразитируют на различных, на всех практически группах насекомых. Достаточно более крупных, если крупный вид наездника. Очень маленьких, если маленькие, их невмониды. Их невмоноиды это очень крупная группа, достигающая, не ошибусь, порядка 100 тысяч видов во всем мире. И очень, порядка 10 тысяч видов будет только в Украине. Имеет многие виды их невмонид. Очень длинный яйцеклад, вот выступающая часть. Тело называется яйцеклада. Для этого наездник прокалывает какой-то субстрат для того, чтобы заразить своего хозяина. И откладывать в него яйцо. И, соответственно, развивается или внутренний паразит, или наружный. Их невмониды поражают, например, гусениц и куколок бабочек. Взрослая бабочка там какая-то выживет, отложит яйца, выведутся гусеницы. Их многих заразят. Наездники многих, их невмониды, их альцидоидные наездники. Тем самым значительно снизит их численность. Домашних в условиях вашей дачи, сада, огород, да. И в условиях сельского хозяйства, и в условиях леса, и природных условиях. Но что нужно для того, чтобы правильно знать этих насекомых? Их нужно собрать. Как же нужно собрать этих насекомых? Вот видите, их невмониды. Потом пошли бракониды. Сейчас покажу кусочек. А тут вот уже пошли хальцидоидные наездники. Надсемейство хальцидоидея. Изображенные вот здесь вот на моем, не на моем, на канадском постере. Такие большие, как собачки. На самом деле они маленькие, размером от 1 до 3 миллиметров. А точнее говоря, от 0,5 миллиметра. Потому что вот это насекомые. Трихограмма всего лишь полмиллиметра, которые я исследую. Для того, чтобы правильно исследовать насекомых, их нужно собрать. Для чего их можете собрать? Для чего их собирают исследователи энтомологи? Для исследования их токсономического положения. Какой-то вид насекомого нужно знать. Просто говорить, примерно какие-то живущие в агроцинозе. Трихограммы это все равно, что говорить. В нашем лесу живут какие-то птицы. От ворон до дятлов и голубей, может быть даже и лебеди живут в лесу. Это так будет называться. Поэтому просто слово трихограмма, это ничего не промалое означает, какой вид нужно знать, живущие в тех или иных условиях. Потому что некоторых энтомофагов, например, трихограмму, научились разводить и применять. Что значит научились разводить? Разводят в биолабораториях, специальные есть лаборатории, в которых сначала разводят в гусениц бабочек, потом получают бабочек, а бабочки откладывают яйца. И вот в этих яйцах развивается вот этот маленький наездник полмиллиметра трихограмма, которого вместе внутри, когда он находится в яйцах бабочек или только начинают выплаживаться, выводиться, его выносят и выпускают в условия поля огорода везде по Украине и даже в Крыму и других странах, окружающих Украину. Для чего? Для того, для снижения численности сельскохозяйственных вредителей. Потому что трихограмма заражает различные яйца сельскохозяйственных вредителей, бабочек, сельскохозяйственных вредителей. Вот прежде всего на кукурузе, например, трихограмма заражает яйца кукурузного мотылька. Соответственно, численность кукурузного мотылька уменьшается, он поедает меньше кукурузы, меньше листьев, початков. Соответственно, получим больше органической продукции, нежели чем если бы пришлось посыпать химией, а точнее говоря, инсектицидами кукурузу, а потом немножко кушать ту же самую кукурузу, молочную или не молочную, но с остатками пестицидов, хоть загнется чья-то печенка. И не только печенка. А трихограмма тем самым выручает печенку и также мозги тех, кто потребляет чистую органическую продукцию, на которой применялось чистое сельское хозяйство при минимальном применении химии с использованием таких энтомофагов, как трихограмма, которую я исследую и которую я определяю в лабораторных условиях, видовой состав и видовое название, с тем, чтобы знать, какой вид трихограммы правильно разводится в лаборатории, потому что, оказывается, это важно против определенного вредителя применять определенный вид трихограммы. Не просто, а вот что-то развести, как раньше говорили специалисты. В моей лаборатории разводится винегрет. Говорили специалисты сейчас, они побаиваются, так говорит, когда мы их уже покритиковали в литературе, в научных статьях. Теперь они говорят, что мы разводим вот тот самый вид, который нужно. Иногда они смотрят, иногда они не смотрят. Точнее говоря, они присылают на определение материал, который можно определить только в лабораторных условиях путем микроскопических исследований под микроскопом на увеличении тысячекратным. Просто под бинокуляром, посмотрев пыль, живую или мертвую трихограммы, определить нельзя только при увеличении, при фотографировании, при сравнении с фотографиями, имеющимися уже в литературе. Что я умею делать, и я даю такие консультации. Да, поэтому если вам интересно знать, какой же вид трихограммы разводится в вашей лаборатории, или который вид трихограммы вам прислали из лаборатории ваше хозяйство, написано одно, а будет совсем другое. Если написано что-то другое, оно на самом деле будет, может, никакой пользы от него не будет, потому что это будет тот вид трихограммы, который разводился уже 10 лет в лаборатории, и его называется «Лишь бы сдыхаться что-то продать». Как говорится, можно продать и редиску, например, под названием, что это абрикос, вы же все равно отдадите это каким-то кроликам. А кролики все съедят, но кролики при этом не будут расти. А трихограммы, та, которая выпустит неправильный вид, она, может быть, и полетает, немножко помрет, но пользу от нее будет, как шерсти-клокт от кролика, которого вырастили плохой пищей. Вот если плохую трихограмму, плохой вид трихограммы выпускать, просто даже купленный за хорошие деньги, пользу от него будет, может быть, практически очень мало, потому что надо проводить контрольные исследования, которые часто не проводятся, а вот гарантированный правильный вид трихограммы против правильного вида вредителя. Как же нужно найти, для чего? Как же нужно найти, как же можно исследовать вот различные виды вредителей и различных энтомофагов, с тем, чтобы их узнать, где они живут, как они живут, и как же их собрать. Как же их собрать? Вот, их уже собрали, поместили вот на этот постер, их поместили вот так вот, замечательно, в атлас энтомофагов, напечатанные сотрудниками нашего отдела. Видите, какие они большие, красивые, написаны уже определительные таблицы, как определить эти виды трихограммы и других хальцидоидных наездников. Есть такие виды, но они маленькие, для этого нужно проводить достаточно сложные микроскопические обследования. А вот как же их собрать? И для чего их нужно собрать? Собрать их можно для различных целей. Прежде всего для научных целей, потому что для познавательных целей, для того, чтобы напечатать публиказы, в которые отразить новую находку вот таких интересных энтомофагов в тех или иных условиях, например, в тех или иных географических условиях, экологических условиях, на тех или иных сельскохозяйственных вредителях или на тех или иных насекомых, которых раньше никто не исследовал или, может быть, не обращал внимания. Как же исследуют наездников? Тех, которые заражают паразитов, как паразиты, как паразитоиды, точнее говоря, различных насекомых и даже клещей. Например, среди перепончатых крылых насекомых, ацидоидные, например, заражают насекомых, а вот здесь есть среди наездников семейства энцертиды, сейчас мы их до них дойдем, это эволофиды, идут эволофиды, эволофиды, а вот здесь вот есть энцертиды, вот эти наездники относятся к семейству энцертиды. Среди энцертид, например, есть наездники эксодифагус, который заражает даже эксодовых клещей, нимфы эксодовых клещей. Если собрать эксодовых клещей, поместить в пробирочку, можно вывести, оказывается, из эксодовых клещей, их паразитов, паразита, паразит, наш хороший, наш друг, и как раз это и есть энтомофакт. Вот такие вот маленькие ацидоидные наездники являются нашими позитивными насекомыми в саду, в огороде, в сельскохозяйственных угодьях, в лесах и полях, снижая численность различных вредных насекомых, которые в природе-то они не вредны, они делают баланс экологический. А вот если человек вдруг начинает возделывать сельское хозяйство или выращивать какие-то культуры в монокультуре, в лесу, в саду, в огороде, вредители, такие как бабочки, жуки, прямокрылые, жесткокрылые, разные начинают поедать этот урожай и вызывают вспышку размножения и их численность снижают такие полезные насекомые, ну, с нашей точки зрения, как энтомофаги. Что же сделать для того, чтобы их найти? Для того, чтобы их найти, нужно их собрать. Их нужно собрать. Собрать и изучить. Вот у меня есть две такие работы, которые называются, одна называется «Как собирать насекомых энтомофагов», написанная Курсовым Виктором Николаевичем, топ-тумной. Эти две небольшие работы, они есть в интернете.